Всем привет! Мы тут не зря сегодня собрались вообще в принципе. Сообразить на троих. Сообразить на троих. Сейчас к нам еще подключится Михаил Алексеевич Гаврилов. И мы вам вообще в принципе расскажем о чем мы тут с вами будем разговаривать. Вот он, любимый наш. Так, доктор Гавриловчик. Учись, Андрей, как это делать. Хоть чего-то в этой жизни ты не знаешь. Потому что так приятно, хоть чему-то гострого научить можно. Я не знаю, почему не знаю. Достаточно. Ожидаем доктора Гаврилова. Михаил Алексеевич, hello. Встретите попытки, да. Так что Андрей Владимирович, учись, учись, учись. Приветствую всех участников. И Наталья, Андрей. Мы расскажем вам о современных, так сказать, интересных вещах, которые существуют. А именно, вы, наверное, заметили, вот те, кто интересуется, те, кто в теме, что очень много противоречивой информации. Одни говорят одно, другие совершенно другое. Каждый научно обосновывает. Голова пухнет. Поэтому мы решили помочь вам разобраться в этой огромной, большой, интересной информации. Что, Андрей Владимирович? А можно я вообще, в принципе, представлю своим подписчикам, людям, которых уже полторы тысячи в прямом эфире, вас, мои дорогие мужчины, любимые? Потому что они могут вас не знать. Конечно, такое вряд ли случится, но все равно. Со мной сегодня рядом мой друг, коллега, замечательный, просто невероятный, гениальный человек, который является ректором превентивной и антивозрастной медицины. Института, простите, пожалуйста, не вся медицина, института превентивной и антивозрастной медицины Андрей Гострый. Светила, вообще, в принципе, которая знает все медицинское сообщество, человек, у которого мы учимся, человек, которого мы любим и с которым мы собрались, как ты говоришь, сообразить на троих и сделать замечательный проект. Михаил Алексеевич Гаврилов, мне кажется, его знают уже все, мы несколько раз делали прямые эфиры, врач-психотерапевт. У вас очень много регалий, я не буду брать на себя ответственность всех, кто их не знает, но вы самый, наверное, серьезный доктор в данной области. Поэтому, друзья, мы с коллегами подумали, что было бы очень неплохо сделать какой-то такой замечательный проект, в котором соединить и азы, о которых говорит и которые преподает в своем институте Андрей, соединить психотерапию и подходы именно со стороны психосоматического здоровья, соединить нутрициологию, нутрицептику и эндокринологию, то, о чем рассказываю вам я, в какой-то один единый такой проект, который был бы приятен, полезен для людей, которые не совсем имеют, скажем так, медицинское образование. Для обычных пациентов, в том числе для врачей, в том числе для представителей ВЛНС-индустрии, индустрии красоты, в общем, для всех, Андрей, правильно? Секолог, образнообразно. Что такое наш проект? Это новый проект, который является продолжением, скажем так, детищем, детской института превентивной и антивозрастной медицины, ректором которого является Андрей Гострый. И вот это такой новый проект специально для... он не просто так появился, он появился, исходя из вашего запроса, потому что вы хотели разобраться в каких-то сложных темах, вы хотели, чтобы вас научили правильно питаться. Недостаточно книг, недостаточно семинаров. Вот, пожалуйста, родился вот такой замечательный, я даже не знаю, проект или такое замечательное мероприятие, уникальное явление, которое вот мы вам хотим представить. Андрюш, я сейчас тебя хочу чуть-чуть помучить. Расскажи мне, пожалуйста, о чем мы будем рассказывать? Какие основные принципы превентейдж-медицины? Ты имеешь в виду на школе? Да, вот то, что ты пропагандируешь, вот то, что ты несешь людям, о чем мы будем рассказывать, чему мы будем учить людей? Ну, понятно, что тема очень-очень емкая, и для меня это всегда большой вызов характеризовать лаконично столь масштабные процессы. Вот, но постараюсь таки сконцентрировать и сгруппировать, обозначив основные принципы превентейдж-медицины. В первую очередь, это, конечно же, аспекты, связанные с модификацией образа жизни. Чем старше я становлюсь, чем больше опыта клинического я набираюсь, тем большую ценность я для себя, вновь проходя по стопам моих предшественников, открывая именно в не фармакологических, в не медикаментозных и даже не в нутрициологических, не в БАТ-аспектах, а именно в аспектах образа жизни. Проще говоря, нормальное питание, физическую активность, полноценный сон, стресс-менеджмент и полноценные семейные или просто личные отношения невозможно компенсировать никакими педулями. Давайте по-честному. Не фармакологические инструменты, скажем так, из категории аппаратных каких-то устройств или каких-то технологий, опять же, они могут реально творить просто настоящие чудеса. И мы, в первую очередь, сконцентрируем свое внимание, свои энергетические таланты на том, чтобы донести до вас знания об этих инструментах. В детали, конечно, погружаясь, понятно, что это, грубо говоря, аспекты воздух, вода, уж простите за банальность, наши лучшие друзья. И это не пустой звук, потому что только о качестве и принципах выбора воды мы можем говорить 3-4 часа к ряду. И это будет не пустой звон. То же самое касается воздуха и так далее. Конечно же, огромный акцент будет делаться на питание. Тем паче, что Михаил Алексеевич абсолютно правильно говорит в этой сфере, как, наверное, как никакой другой. Существует куча вообще разночтений, противоречий. Просто я смотрю иногда, у меня просто крыша едет от того, как все искажается. Михаил Алексеевич к крыше не едет, понимаешь? У него он, потому что врач психотерапевт, он укрепляет эффективно. Михаил Алексеевич, чем вы свою крышу укрепляете, поведайте. Вот теперь вы нам расскажите, что он... Как вы будете укреплять крышу наших слушателей? Смотрите, в чем тут фокус заключается? Есть послевоенная диетология выживания, где манная кашка фигурирует и все такое прочее. А сейчас появилось очень много технологий и очень много исследований, данных, как с помощью еды повлиять на, допустим, систему своих нейромедиаторов. Уже лет 10 идет эта тема. И я 5 лет учился в Институте функциональной медицины США. И там вот именно ученые утверждают, что 80% нашего хорошего самочувствия и профилактики разного рода заболеваний зависит от того, что мы едим. И, как известно, болезнь лучше предупредить, чем ее потом лечить. Это всем понятно. Поэтому еда здесь играет очень большую роль. И что касается стресса, который тоже является частью нашей жизни... Так, я извиняюсь, у меня почему-то исчезли вопросы. Я их не вижу. В общем, если что, вы их комментируете. О, а я вообще повис. Да что ж такое. Михаил Алексеевич, отключи... Вот сейчас Михаил Алексеевич. Михаил Алексеевич, я назначил главный по укреплению крыши. По ремонту крыши. Андрей, скажи, пожалуйста, если простыми словами, что мы будем делать? Чему мы будем учить наших пациентов, наших людей, которые к нам придут за помощью? Обычных людей, врачей? Мы научим самому формировать эффективный образ, здоровый образ жизни со всеми его составляющими. Мы научим азам диетологии и нутрициологии, а на продвинутом уровне и более глубоко. Снова здравствуйте, Михаил Алексеевич. Я ваше подпознание. Михаил Алексеевич, да, дальше ваш выход. Чему вы научите? Да, психогигиене и прочих аспектов. То есть мне можно говорить, да, меня слышно, все нормально? Да. Да. Поэтому давайте так. Тревожно-депрессивное расстройство – это проблема нашего мира, которое является результатом техногенного стресса, скажем так. Если не научно, то просто нервы, которые напряжены каждый день. И именно эта ситуация частенько служит проявлением так называемых генетических полиморфизмов. То есть у человека болезнь могла бы не проявиться, если бы его постоянно не тяготила какая-то такая негативная гадость. Поэтому если ты не можешь изменить окружающий мир, можно поменять отношение к нему. Есть такое мнение, что вообще селена нейтральна, то, что все у нас окружает. Но то, что мы в ней находим и выбираем, в большой степени зависит на 90% от того, как мы обращаемся с собственным мозгом. И смотрите, интересный момент. Вот сейчас есть термин «революция» в изучении мозга. То есть сейчас очень много наработок, которые появились благодаря тому, что появилась возможность изучать не структуру мозга, сфотографировали, рентген сделали, мозг или есть, или нет, а какие нейроны, когда работают. Я боюсь идти на это исследование, Михаил Васильевич. Нет, Андрей Владимирович, я тоже боялся, но у меня только рано нашел мозг, причем сказал, что в общем-то нормальный, поэтому с нами можно бить дела, поэтому и сотрудничаем, и все самые интересные современные технологии в этом отношении доступны нашим участникам школы. И как с помощью еды влиять на дофаминовую и зеротониновую систему? Ну, именно процесс, сам процесс еды тоже играет определенную роль. И если уж доктор Аман и я тут упомянул, на самом деле мы втроем проводим школу, но вот то, что мы используем, те технологии, ту информацию, это огромное количество специалистов, причем ведущих в мире. Это Академик Москалев, это доктор Аман, доктор Хайман, очень много наших зарубежных партнеров, поэтому все самое лучшее, все самое свеженькое, новенькое. А что касается, да, вот именно моей, скажем так, задачи... Да, и как ты будешь ремонтировать крышу? Я хочу сказать... Андрей Владимирович, вот есть у человека ноутбук. Ремонтируйте мою. Но если программное обеспечение на нем не очень хорошее, он нормально работать не сможет. Ноутбук – это наш мозг, программное обеспечение – это наша психология. Поэтому здесь, наверное, все-таки вот вы будете в большей степени влиять на органическую составляющую, а я на программное обеспечение. Так я подразумеваю. Потому что на самом деле на это можно хорошо влиять, этим можно управлять самостоятельно, и наши участники школы получат в руки возможность улучшать свое настроение при любых условиях, какие бы их ни окружали. Михаил Алексеевич, можно я как женщина единственная между двумя, понимаете, такими вот богатырями, я подытожу. А что будет наша школа? Я со своей стороны буду давать четкие практики по диетотерапии, по лечебным диетам, по лечению заболеваний с помощью еды, без лекарств, как вы уже сказали. По воздействию. По воздействию данное заболевание. Мы будем, Андрей будет рассказывать какие-то основы и базовые вещи, устройства, допустим, какой-то... О корнях проблем, так сказать. Откуда есть растет земля русская. Грубо говоря, мы будем входить и в биохимию, мы будем входить и в нутрициологию, и в психологию, и в психотерапию, в психосоматику. Михаил Алексеевич будет давать какие-то рабочие медитации, правильно, Михаил Алексеевич? Какие-то рабочие психотерапевтические практики. То есть это не только теория, это не только теория, то, что мы будем давать, это не только теория, это еще и практика. Для того, чтобы человек не только послушал, но и как-то все-таки попытался на себя это применить. И я хочу сказать нашим слушателям, что как и в привитейш институте, так и в привитейш лайфстайл скул в нашей школе, у нас будет модульная система обучения, правильно, Андрей? То есть будет несколько модулей, мы не будем пока раскрывать всех карт и называть каждый модуль, но я хочу, чтобы ты все-таки рассказал хотя бы примерно, хотя бы не очень. Я могу о принципе построения сказать. Да, о чем будут эти модули и чем именно вот такая структура удобна и полезна? Ну, во-первых, мы решили сделать школу двухуровневую. Первая будет составлять из десяти модулей. Модуль будет проходить раз в месяц с перерывом на летние. Базовая, правильно? Первый уровень, в десять модулей повторюсь, по результатам вы получите знания, достаточные для того, чтобы эффективно изменить жизнь свою, своего окружения, своих близких, родных и так далее. Второй уровень будет состоять из шести модулей и он подразумевает уже большее погружение и специфические познания для того, чтобы мы могли профессионально воздействовать на здоровье других. По результатам второго этапа, то есть при прохождении всех шестнадцати модулей, мы планируем выдавать дипломы по профессиональной переподготовке, в котором будет указано специалист по модификации образа жизни. Я думаю, что вы понимаете, что это означает. Таким образом вы сможете это применить в свою практику. Причем я думаю, что это может быть интересно самым широким категориям слушателей, начиная от условно незанятых домохозяйку, которых на самом деле хлопот полонрод, заканчивая практическими клиническими психологами, медиками всех видов среднего и высшего звена, wellness индустрии, фитнес и так далее. Для всех. Да. А ты знаешь, очень многие врачи, очень многие доктора, которые приходят на семинары, которые читают книги, которые смотрят тебя, наши прямые эфиры, они настолько привыкшие к классическому пониманию медицины, что для них реально сложно то, о чем мы говорим. И вот как раз-таки очень многие врачи просили меня лично на семинарах, я тебе рассказывала, чтобы мы сделали такую школу для врачей, которые вообще не в теме. То есть люди, которые ходят, врачи, доктора, которые ходят к тебе на занятия, они уже все-таки в теме, они понимают, о чем речь, они понимают, что такое превентивная, антивозрастная медицина и так далее. Но многие врачи, которые только стали на этот путь, тоже непременно хотят учиться. Я думаю, что я не могу слова Гиппократа. Гиппократ 2000 лет назад сказал, что если ты можешь заменить лекарство едой, то выбросите лекарство и возьми еду. И казалось бы, да что мы тут можем рассказать людям, все знают, надо есть натуральные продукты, надо пить воду, надо вовремя спать ложиться, надо там двигаться сколько-то шагов. На самом деле, если бы это у всех получалось, это было бы, конечно, замечательно. Потому что все знают... А многие не знают, друзья. И если, опять же, взять слова Гиппократа, он сказал, что для одного человека хорошая еда, для другого и я. И поэтому здесь мы, конечно же, поможем вам разобраться и с вашей генетикой, и с возрастными какими-то реакциями. Потому что то, что хорошо по молодости лет в зрелом возрасте уже неинтересно. Есть такое выражение. Наступает момент, когда либо ты избавляешься от трудных привычек, либо они от тебя. Но все это можно знать, вопрос, как сделать, как повлиять на медиаторы, на свой мозг, на свое питание, на свое самочувствие. И есть психосоматические реакции. То есть, когда мы о чем-то подумали, о плохом или хорошем, идет реакция нашего организма. А есть соматопсихические реакции, как наше тело влияет на наше настроение, на нашу психику, из-за того, что мы двигаемся или не двигаемся, спим или не спим, что мы съели и так далее. Поэтому, что значит интегративный, функциональный подход? Это когда учитываются все основные системы, и вы получаете возможность определять влияние окружающей среды на ваше самочувствие. При этом, как и для тех, кто не знает медицину, и для тех, кто ее знает, ваша задача, неважно какое у вас образование, понимать свой организм. Тоже есть такое выражение, что если ты до 30 лет не понял, как влияет на тебя и что, то после 30 лет ты становишься зависим от лекарств, от врачей, от всего на свете. То есть, цель и задача нашей школы, это прежде всего профилактическая медицина. Это раз. Два. Предупреждение развития разного рода болезней и понимание вас, за счет чего вы это делаете. Чтобы осознанного права. Но при этом мы не исключаем классические знания, мы не исключаем знания академической медицины. Мы будем рассказывать о том, как устроены анатомически, физиологически наши органы и системы. Мы будем рассказывать, начиная с базы СОЗОВ, не умаляя ни в коем случае классических врачей. Нет, друзья, никто не отменяет традиционную доказательную медицину. Это понятно. Вопрос, что чем меньше нам приходится употреблять, каких бы то ни было препаратов, тем лучше. Да, есть ситуации, генетические поломки и так далее, когда заместительная терапия и все такое прочее, она необходима. Но еще раз, вот если можно с помощью каких-то действий, еды, медитации, минимизировать вот это влияние извне, то, конечно же, это хорошо. Ну, я последние свои 10 лет жизни посвятила этому. Вы, друзья мои, поболее, скажем так. И я очень надеюсь, что приверженцев тех знаний, о которых мы сейчас говорим, о которых мы пытаемся прибить нашим подписчикам, слушателям, людям, которые нас читают и слушают, их станет больше и больше. И сегодня, кстати, я вас поздравляю, коллеги, у нас сегодня первый, самый первый эфир совместный, где мы презентуем нашу школу. И мы не могли не отметить это и сделали сюрприз. Аттракцион щедрости. Аттракцион щедрости. У нас, у каждого и у меня, и в школе, в институте Preventage, и в аккаунте Михаила Гаврилова есть ссылочка, где вы можете нажать на нее, перейти и увидеть там подарки от нас, от нас троих. Вот ты что подарил нашим слушателям? Я подарил, как я считаю, главную лекцию в своей жизни, посвященную секретной молеколе счастья. Окситоцина. А именно, да. Лекция просто. С этой лекции, между прочим, началась моя любовь к тебе. Эта лекция позволила мне найти прекрасную жену. Нет, тема окситоцина перевернула жизнь всего моего окружения, она вообще стала центром. В общем, посмотрите. Очень интересно. Я считаю, что эта лекция, она будет неким селектором и одновременным магнитом для всех клевых вообще русскоговорящих людей. А я со своей стороны подарила вебинар четырехчасовой о воздействии еды на лечение и профилактику различных заболеваний, на нутрицептическую поддержку. И вообще, в принципе, вебинар называется «Вальс гормонов» о гормонах, о женской гормональной в основном системе и о том, как как раз таки жить, не применяя медикаментов и как лечиться с помощью натуральных методов. Михаил Алексеевич, что вы нам подарили? Ну, я, конечно же, предоставлю антистрессовую технику, которая, надеюсь, поможет нашим участникам как-то легче ощущать себя в нашем техногенном, так сказать, стрессе. То есть сейчас стресс это, по сути, свои вообще нормы. И вот это, скажем так, стремление к нерванию вечной безмятежности, оно тоже не совсем правильно, потому что это скучно. То есть важно и стресс, и антистресс. Поэтому вот сейчас современные технологии, они совершенно безопасные, не очень эффективные. Они очень сильно отличаются от того, что было раньше. Ну, я надеюсь, нашим участникам понравится. Ну, между прочим, подарки ограничены. Подарки ограничены, и только первые 500 слушателей, учеников наших будущих, которые сегодня сделают и оставят заявку на обучение, только 500 человек смогут получить этот наш тройной сюрприз. И также плюс к этому еще более щедрый аттракцион минус 2000 рублей на первый модуль. То есть те, кто в течение суток оставит заявку на сайте, получат дополнительно 2000 скидки к базовой цене. К базовой цене. Андрюш, а расскажи, пожалуйста, какие все-таки модули у нас будут? Вот давай, не раскрывая всех секретов. Давай я, знаешь, вот о чем я об этом тоже скажу, но я хотел немножко собрать кучу мыслей, которые вы смехали все, чем озвучили. Я хочу сказать, что мы постараемся именно ориентированно на то, чтобы создать информационный продукт равнодостойный, интересный и профессиональным медикам, и людям без медицинского образования. Мы постараемся найти такой формат повествования, который будет приемлем и не оскорбителен ни для того, ни для другого контингента. Мне кажется, это очень важно. Но не будем, знаете, все упрощать, да нельзя, наоборот, слишком усложнять. Поэтому та категория врачей, о которых ты говорила, им тоже будет интересно и приятно. Что касается тем, то я давайте озвучу вот свою компоненту, по крайней мере. То есть это вопросы, которые будут во многом перекликаться с основной тематикой институтских тем, институтских блоков, институтских модулей. На первом месте у нас стоит желудочно-кишечный тракт. Это истинная отправная точка для очень-очень многих системных заболеваний. На втором месте интоксикации и детоксикационные процессы в организме. Вот у нас через пять дней будет проходить в институте очередной модуль, посвященный этому. Хронический стресс, но не только с психологических, но и с физиологических, если хотите, даже с анатомических каких-то обстоятельств, позиций. Конечно же, здесь большой акцент будет и на психологические, психоэмоциональные, психосоматические. На методы управления. Да, да, да. Метаболический синдром, то есть нарушенные обменные процессы, ведущие к набору веса, гипертонии, атеросклерозу и так далее. Отдельный большой блок женские, мужские, гормоны и так далее. В принципе, все. По гормонам все и так. Центральная нервная система, тоже и какие-то нейродегенеративные, психоэмоциональные состояния. Но гораздо, мне кажется, интереснее говорит о том, что мы в каждом модуле, в каждом блоке будем делать уникальный микс и психофизиологических, и патофизиологических каких-то, чисто медицинских, патобиологических, если угодно, аспектов. И замешивать это все в единый контекст, цельный, неразрывно связанный. Я правда не знаю подобных проектов в мировой практике. Ну то есть, по-простому говоря, мы рассмотрим причины, почему происходит так или иначе. Мы рассмотрим механизмы развития болезни и мы рассмотрим самое главное механизмы управления и лечения. Способы управления этими состояниями с акцентом не фармакологические методы. Вот тоже, чтобы наши участники понимали, что если вы не имеете медицинского образования, хотите вылечить какое-то заболевание, то это надо делать за руку с врачом. Обязательно. А если профилактика, то есть, в вашей родне люди страдают какими-то патологиями и вы хотите их избежать, вот здесь мы вас научим, как правильно делать, чтобы вот это все прошло мимо, несмотря на то, что ваша генетика, возможно, не идеальна. Сейчас это уже, ну как это, работает, это доказано. Здесь, конечно, индивидуальные некоторые моменты, тем не менее, и вы сможете защитить свой организм. Ну как-то так. еще раз уточню, да, что если вы хотите лечить заболевание, это делается под контролем врача. Я понимаю, о чем вы говорите, это очень важная ремарка, потому что... если поддерживаете ремницию достигнутую или профилактика каких-то проявлений, патологий, вот здесь мы вам просто необходимы. То есть, мы никого не призываем отказаться от врачей, заниматься самолечением, самодиагностикой, но какие-то механизмы развития заболеваний, причины развития заболеваний, хотя бы знать, куда бежать и что делать, вы должны понимать иначе. Делать то, что зависит от вас, глубоко от вас. Вот, друзья, ну, кстати, я могу вклюять, я что-то такая интересная, выключила комментарии, чтобы они не загораживали Михаила Алексеевича. Михаила Алексеевича невозможно затмить. Значит, тут пишут, что от питания многое зависит и так далее. Друзья, мы можем, в принципе, ответить на парочку вопросов, да? Кто-то следил? Кто-то следил за вопросами? Пока, да, я лично своей задачей вижу, даже так начну, у меня есть секретный список, мой личный, я составляю его, пополняю для себя, в нем порядка 120 позиций самостоятельных на сегодня, и он подразумевает какие-то ключевые, высокоэффективные, как правило, не фармакологические инструменты приобретения здоровья. Спрашиваю, где можно записаться в школу, где ссылка? У нас в шапке страницы, в аккаунте доктор Зубарева, доктор Гаврила, Preventage, Preventage Lifestyle School, есть ссылка, туда можно чик сделать, переходите по этой ссылке, там можно оставить заявку. И не забывайте, первые 500, это на самом деле очень малым учетом, первые 500, ограниченное количество мест, первые 500 заявок будут награждены подарком из трех составляющих, это вебинар про окситоцин от Андрея, вебинар вальс гормонов от меня и медитация от доктора Гаврилова, плюс скидка в 2000 рублей на первый модуль. Я просто уже сказала, но смотрю, люди не услышали, я повторила. Можно я немножко на твои вопросы поотвечаю? Да. Вот связаны ли заболевания, считаю, ой, нужно сказать, в таком формате вы проходите обучение это не произвучает. Прости, Миш, да. Давайте так, уважаемые участники, есть понятие субдепрессивное состояние, то есть когда недостаточно симптомов, чтобы определить, что это реально депрессивное расстройство, тем не менее настроение все равно как-то не очень хорошее. И возникает вопрос, а связано ли? Так вот, какая здесь психосоматическая, сомато-психическая связь? Вот если вы сейчас стукнетесь ногой, ну понятно, что у вас будет боль и настроение понизится. Если заболевает какой-то орган, конечно, это влияет на наше настроение. С другой стороны, если мы находимся под каким-то тяжелым гнетом негативного стресса, вот эти генетические полиморфизмы, слабые наши места генетики, они могут о себе давать знать как бы так, из-за того, что еще и неправильно мы питаемся. То есть здесь для того, чтобы проявилось какое-то заболевание, нужна определенная совокупность негативных факторов. И поэтому, конечно же, настроение связано с самочувствием, самочувствие влияет на настроение. И как влиять с помощью тела на свое настроение, на работу своего мозга, конечно, мы все это будем вам рассказывать. Но с другой стороны, бывают разные ситуации, допустим, если действительно есть уже артрит или что-то еще, аутоиммунный тереорит, вот тут спрашивали, а можно ли вылечить? Можно добиться стойкой ремиссии. То есть, когда вы будете жить несмотря на то, что есть такая патология, все равно нормально, полноценно и прекрасно контролируя вот эту ситуацию самостоятельно. Есть немножко, вот поймите правильно, уважаемые участники, потребительское мышление. То есть, приходит пациент к доктору и говорит, давай, доктор, лечи меня срочно, а я тут буду гамбургеры лопать, запивать их там дустом, а ты давай, вот верни мне мою хорошее слое. Естественно, так не получится. Поэтому мы вам будем рассказывать, как как вы будете жить и влиять. И поймите правильно, вот тут какие-то враги народу написали, что это секта, да, это не секта, ни в коем случае. Я знаю, что такое секта, я знаю, как вы водите сект. У нас организация государственная, да, Андрей Лазаревич, у вас же есть лицензия? Государственная образовательная лицензия. А, поэтому, дорогие друзья, мы вас приглашаем, это нормально, это прекрасное, хорошее обучение, и те информационные технологии, которые мы будем вам давать, в мире, они самые новые, самые эффективные. Мало того, возможно, вы будете знать даже несколько больше некоторых интересных специалистов, которые последний раз 20 лет назад в руках книг держали. Тем не менее, вы сможете разбираться вот в этом море противоречивой, какой-то странной информации. Одни говорят, пейте воду вёдрами, другие говорят, не вздумайте пить воду, это придумали производители воды и пить воду. То есть, вот эти вот, мы поможем вам убрать вот эти непонятные, мутные какие-то дела. То есть, причешем ваше знание, если говорить об этом языке. Я тут вижу столько вопросов как раз в этом ключе. Что я? Умиляюсь. Сижу, умиляюсь. Друзья, подожди, дайте как причина. Можно добиться. Конферативно, конферативно, друзья, очень много вопросов. В каких форматах будет происходить? Расскажи, кто может учиться? Значит, учиться может абсолютно любой человек, имеющий хотя бы среднее специальное образование. Школа будет проходить в трех форматах. Ну, во-первых, я сказал, это будет два этапа, модуль три полных дня, базовая цена в Москве заочное участие 15 тысяч, остальное там ниже, ниже, ниже. Какие три основных формата? Первый, это очная школа в Москве, второй, так называемая централизованная метасинхронная трансляция, это трансляция в аудитории наших авторизованных сертифицированных партнеров в различных городах России и за рубежом, где вы приходите в зал, видите трансляцию из Москвы на большом экране, это сопровождается раздачей методичек и некоторыми другими положительными атрибутами. И третий формат это классическое онлайн обучение, где вы просто со своего мобильного устройства или компьютера получаете доступ, ну в общем, классика жанра. Ценовая политика в принципе будет там выложена на сайте, но в любом случае напоминаем, что на любой из видов обучения вы можете в течение суток получить двух тысяч что называют Новая Малышева и компания. Кто Малышева? Онлайн формат по всему миру. Ну да, это понятно, что онлайн формат по всему миру. Вы как бы можете хоть... У нас есть слушательница в Новой Зеландии, кстати. Друзья спрашивают, как будет распределяться время между лекторами. Будет поровну или кто-то будет ведущим, а все остальные будут просто по чуть-чуть. Это будет с модулем будет варьировать, но усредненно, да, это скорее всего будет поровну в конечном итоге. Вот. Подходит ли для Израиля онлайн обучение подходит для всех, я так понимаю? Онлайн обучение еще раз вы можете брать в любой точке мира. Да. По крайней мере на первый этап точно мы так решили. А, что мы будут методички выдаваться? Нет. Нет. Ребят, будут определенные естественно... Будут нюансы в каждом, да? Значит, методички мы будем обеспечивать слушателей на очных лекциях и у наших партнеров централизованной метасинфронной трансляции в регионах. Должны быть все-таки какие-то преференции у этих людей. Люди, которые берут просто онлайн трансляцию, будут получать только голый доступ к видеозаписи. без методичек. Также дипломы, о которых я говорил, дипломы о профессиональной переподготовке мы будем давать только на очной школе и только на централизованных метасинфронных трансляциях. Слушатели онлайн не помню. Я хочу просто это мой аккаунт, поэтому у меня есть такие вопросы. Это не моя онлайн-школа. Моя онлайн-школа это пятилетней давности мероприятия, которое постоянно обновляется, там только я. Моя онлайн-школа это школа питания отдельная. Это другая школа. Это школа, которую мы создали вместе с коллегами. Не путайте, пожалуйста, очное обучение будет проходить в Москве. Централизованная метасинфронная трансляция. Вы можете сейчас на сайте preventage.ru прародительский сайт вы можете посмотреть в разделе регионы список городов, который уже сегодня подключен к ЦМТ. Он будет шире, но те города, которые есть, они останутся. Спрашивают, почему нельзя бесплатно? Друзья, бесплатно существует огромное количество информации. лично я каждый день этим занимаюсь. Доктор Гаврилов, ты огромное количество информации в свободном доступе находится. Где можно заявку оставить, перейти по ссылке в шапке моей страницы и в шапке аккаунта доктора Гаврилова. И там вся информация есть. Расскажи про бесплатно. Лечиться даром, даром лечиться. Я такую знаю, скажу, голову в руку. Нет, ребят, такие вещи не могут естественно предоставляться бесплатно. Они в первую очередь не будут цены для вас эти знания. Ну, там много нюансов. Я не хочу говорить банально с течами. Ребят, еще раз, тем, кто будет проходить онлайн обучение, мы не можем гарантировать диплом по окончании второго этапа. Но по окончании первого десятимодульного этапа базового мы и онлайн слушателям выдадим сертификаты. Это мы обещаем. Цена базовая, окей, цена 15 тысяч очная в Москве, 12 тысяч централизованная метасинфронная трансляция наших региональных партнеров и 10 тысяч онлайн доступ. Но сегодня, еще раз, все категории по 2000 минус это в течение суток. Ну что, друзья, 40 минут пролетели незаметно. Вроде бы мы ответили на все. поблагодарим своих внимания. На все мы не ответили. На комментарии кто-то писал. Суть обрисовали. Суть обрисовали. Ребят, вы там правильно поймите, просто, ну, очень много хочется сказать еще на строе. Мы как-то все это немножко там сумбурно и комкое. Может быть, поверьте, есть что рассказать, есть чему научить, есть чем поделиться. Аж на целых 16 модулей. Да, скучно. Один модуль идет 3 дня. Один модуль проводится один раз в месяц. Правильно? Да. И перерыв только на на июль и август. Июль и август. Июль и август. Июль и август. Да. Бесплатно за тем, чтобы на остальные деньги торты купить. Понятно? Друзья, спасибо огромное вам за эфир. Я надеюсь, мы ответили на большое количество вопросов, сняли вопросы некоторые. И мы еще раз повторим обязательно. Не забудьте, что первые 500 заявок получат подарки от нас в виде вебинаров и медитации. И есть очень много чего рассказать и что вам объяснить и показать. Ну вот как раз таки мы очень постараемся уместить это в 16 модулей и вас научить тому, что мы знаем. У вас тройских должно быть 3000. Шикарная лихийка. Я значит еще скажу, конечно же мы не можем ответить сейчас не на технические вопросы организационные, тем более на медицинские. на медицинские будем отвечать на нашей школе, уж простите. По поводу технических у нас в течение пары трех дней начнет работать единый информационный центр, который будет удовлетворять все ваши запросы, вопросы и никто не останется без ответа. Англес, ты прием ведешь? Спрашивают, как тебе на прием поведение? Сейчас нет. Сейчас нет. Только в школу. Только в школу. Да, прикоснуться к знаниям можно только в школе. Ну, в общем, это отдельная история. Мы прощаемся, правильно, друзья? Я готов. Да, мы прощаемся, мы еще раз обязательно сделаем прямой эфир. Спасибо огромное за ваши вопросы. То есть мы не последний раз? Нет. К сожалению или к счастью. Все. Всего хорошего. Всего хорошего вечера и приходите по ссылочке, там вся информация есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.